здравствуйте уважаемые зрители в эфире новости зарубежной недвижимости от приан сегодня поговорим об эмиратах от таиланде а начнем с главной новости последних дней а главная новость последних дней она же относительно и короткая россия все-таки отменила налоговые соглашения с недружественными странами их на данный момент аж 38 и президент соответствующий указ подписал для резидентов россии собственников недвижимости за рубежом получающих доход от аренды или например вообще продающих объект за границей это могло бы стать проблемой если платить подоходный налог пришлось бы дважды за границей и дома но после внимательного прочтения выяснилось что отменены не все положения что самое главное часть соглашений касающиеся физических лиц она не изменилась то есть собственник квартиры допустим в риме будет платить налоги в италии но на уплаченную сумму он по-прежнему может уменьшить аналогичный платеж в россии не менее важно что и тем кто работает в компаниях из недружественных стран двойное налогообложение не грозит пока во всяком случае почему пока основная проблема если недружественные страны в свою очередь совсем отменят сидн с россией вот тогда платить налоги придется дважды к слову соглашение с латвией уже отменено здание отмена произойдет 1 января 2024 года физиков изменения в соглашении по сути не коснулись теперь про недвижимость и инвестиции в эмираты важные тезисы по итогам вебинара с компании интермарк real estate запись дискуссии вы можете найти по ссылке в комментариях мы изначально говорили о дубая но в итоге общение получилось более широкое мы затронули и разные регионы и даже разные страны важный вывод капитализация недвижимости в эмиратах уже не та что раньше ее темпы снижаются и это просто факт истории двухлетней или даже годичной давности о 50 процентном доходе на вложенные средства причем в относительно короткий срок да это в прошлом безусловно рост цен по ходу строительства по-прежнему реален но это примерно 20 может быть 30 процентов это не за год а за время всего строительства но и это кстати не так уж и плохо ведь заоблачные цифры это совсем не признак надежного рынка и по опыту вот чем больше приносят спекулятивные инвестиции тем больше людей в итоге на них и погорает но инвесторы как уже вложившиеся в дубай так и только присматривающиеся они все чаще смотрят на другие эмираты в первую очередь на абу даби и на рас эль хайма там рост цен в том числе по ходу строительства не будет выше но в столичном регионе например он более стабильный там ведь не так много предложений а бюджетных совсем уж мало экономически же абу даби именно абу даби это самый сильный эмират по-прежнему за счет нефтяных доходов ведь здесь добывается более 90 процентов всей нефти страны и экономические перекосы в том числе связанные с девелопментом здесь проще смягчать ну а рас эль хайма развивается очень бурно по числу туристов стране этот северный эмират уступает лишь дубаю и вот здесь перспективы как раз связаны с ростом туризма а значит ростом цены ростом доходов от аренды да это тоже не вопрос ближайшего года может быть даже ближайших двух но в среднесрочной перспективе есть все предпосылки к росту но если вернуться к инвестициям в дубай их успех все теснее связан с локацией и уровнем объекта это мы не раз отмечали от массовой застройки в регионе уже никуда не деться ведь людей со средними возможностями и скромными в страну прибывает все больше им тоже надо где-то жить но инвестиционная привлекательность именно в массовом сегменте не велика то есть заработать на недорогих вариантах особенно с учетом накладных расходов как минимум трудно если не невозможно это кстати понимают в первую очередь застройщики им то как раз интересны премиальные локации а их в дубае почти нет конечно такие аргументы мы слышим изо всех частей света но похоже что вот именно здесь они имеют все основания на прошлой неделе эксперты metropolitan group в своем отчете оценили рост цен на землю в лучших районах эмирата за два года в два раза а в некоторых локациях даже в 4 и в заключении пара слов о таиланде точнее от ай элит эта программа для состоятельных людей желающих получить долгосрочную визу в королевстве вкратце напомню суть заявитель должен сделать финансовый взнос через специального оператора программы это взнос примерно от 18 до 60 тысяч долларов далее подаются документы пакет абсолютно прост заявитель проходит не слишком придирчивую проверку и получает долгосрочную визу в зависимости от суммы вложений такая виза выдается на срок от 5 до даже 20 лет право на работу эта схема не дает к получению внж или тем более гражданство не ведет в таиланде с этим вообще трудно но кроме разрешения на пребывание в стране участник программы получает ряд скидок и бонусов которые связаны с трансферами авиаперелетами и всевозможными развлечениями и вот в конце июля оператор программы объявил что с 1 октября она будет изменена то есть по текущим условиям заявку можно подать но только до середины сентября и вот ключевой момент как эти условия изменятся скорее всего вырастут цены насколько официальной информации нет есть прогнозы они самые разные в том числе апокалиптические говорят даже что на некоторые опции взнос может вырасти чуть ли не в 45 раз тут замечу что за 20 лет работы программы и воспользовались менее 20 тысяч человек в основном китайцы и цифра не такая уж большая куда чаще иностранцы находят другие способы остаться в таиланде тем не менее этот вариант вполне жизнеспособен а изменение правил косвенно свидетельствует об обеспокоенности властей массовой иммиграции в страну к слову по данным приан рост спроса на недвижимость в таиланде за год вырос практически в два раза так или иначе в описании к нашему выпуску вы найдете список компаний помогающих по оформлении таилит в настоящий момент в том числе и по действующим правилам но я на этом прощаюсь мы встретимся через неделю ставьте лайки если сюжеты понравились подписывайтесь на канал всем мира и безопасности